Здравствуйте! Подводим итоги понедельника, первого рабочего дня, в студии Олега Танзейский. Мы начинаем. Прямой диалог. Губернатор Ненинского округа провел очередной личный прием граждан в центре внимания улучшения жилищных условий, благоустройства дворов и строительства полноценного футбольного стадиона. Напрямую в Архангельскую область рейсы на вертолетах Ми-8 из Неси в Мизень и обратно будут субсидировать из региональной казны. С чем это связано? Затянувшийся поводок специалисты Наринмарского ДРСУ приступили к ремонту Куйского моста. Это стало возможным благодаря спаду уровня воды в реке, когда, наконец, установят переправу для местных автомобилистов. Попросили не устанавливать жителей Вилладжа, выступили против появления в микрорайоне автобусной остановки. Почему приняли такое решение? Никто не забыт, ничто не забыто. В столице региона стоялась ежегодная акция «Свеча памяти». У обелиска Победы собрались десятки Наринмарцев. Как все прошло? АСБ, ТЖК и многое другое. Отдаренные дети Арктики познакомились с работой местных тележурналистов. Воспитанники детского лагеря посетили редакцию телеканала «Север». Что умникам и умницам запомнилось больше всего? Об этом и не только. Расскажем ближайшие 20 минут. Губернатор округа Александр Цибульский провел очередной прием граждан по личным вопросам. В основном жители Наринмара и ряда окружных сел обращались с вопросами, которые касались улучшения жилищных условий. Были также озвучены предложения горожан и жителей поселка Искатели по обустройству тротуаров и автобусных остановок в отдельных микрорайонах муниципальных образований. Кроме того, обсуждали в ходе личного приема и тему строительства новых спортивных сооружений. Ну так, например, ветеран Ненинского округа и ветеран спорта Борис Павлович Бородкин и член Совета общественной организации Федерации футбола Ненинского округа Николай Честнейшин обратились к главе региона с просьбой рассмотреть возможность строительства в округе стадиона с полноформатным полем для занятия большим футболом. По мнению ветеранов спорта, это помогло бы вовлекать в занятия данным видом спорта большое количество людей. Александр Цибульский в ходе приема дал поручение своему заместителю, курирующему вопрос образования и спорта Наталье Сидоровой, изучить потребность жителей региона в таком спортивном сооружении. Другим темам на острове Колгуев создадут природный заказник. Об этом в ходе заседания администрации с участием главы региона рассказал заместитель руководителя департамента природных ресурсов, экологии и АПК Сергей Чибисов. Необходимость создания государственного природного заказника регионального значения «Колгуевский» обусловлена международным значением острова Колгуев для сохранения и поддержания биоразнообразия бассейна Баренцева моря и Арктики в целом. Основной целью создания заказника – это сохранение редких, уникальных видов птиц и млекопитающих, а также охраняемых видов растений, занесенных в Красной книге Нейнского округа и Российской Федерации. Заказник организуется на землях сельскохозяйственного назначения, находящихся в пользовании КФК «Нерм» и СРО КМНС «Нао Салды». При этом на территории госзаказника будут разрешены традиционное природопользование, выпас домашнего северного оленя, природоохранная и научная деятельность, а также рыболовство. Проект создания государственного природного заказника регионального значения «Колгуевский» уже согласован с Министерством природы России. Общественная палата РФ ищет локальные бренды. Эта работа проводится в рамках проекта «Живое наследие», который реализуется комиссией по территориальному развитию и местному самоправлению Общественной палаты России на средства президентского гранта на развитие гражданского общества. Для непосредственного знакомства с достопримечательностями Ненецкого округа, которые в последующем войдут в проект, в регион прилетел член Общественной палаты Андрей Максимов. Сегодня он провел круглый стол, посвященный выявлению локальных культурных брендов региона. Подробности далее. Нарьинмар и Пустозерск, Хабидятен, Каменный город и Каньон Большие ворота. Эти и другие локальные культурные бренды Ненецкого округа вошли в предварительный список проекта «Живое наследие», который был составлен на основе интернет-данных о достопримечательностях региона. По словам председателя Комиссии по территориальному развитию и местному самоуправлению Общественной палаты России Андрея Максимова, на сегодняшний день продвижение локальных брендов часто замыкается на региональном уровне, и это неправильно. Мы знаем пример бурановских бабушек, понимаем, что таких бабушек много, и в то же время понимаем, что только одни бабушки пока стали известны глобально. Мы видим, как вот недалеко от относительно, конечно, недалеко, на русском севере, в Териберке. Астрономический фестиваль раскрутился в течение нескольких лет и стал таким брендом, который приносит экономический эффект, а не только культурный. Цель проекта «Живое наследие» — создать российскую карту локальных культурных брендов всех 85 регионов России для продвижения и сохранения культурного наследия на местах. Современная информационная среда даёт возможность глобального продвижения локального колорита и привлечения под это внешних ресурсов. В проекте «Живое наследие» от Нейнского округа таковым может стать проект, посвящённый Пустозерску, поражающей новизной открытий. Это европейский город, и мы провели исследование и поняли, что в конце 19 века здесь была и городская мода, это не крестьянская фактически, да, мода, это совершенно другая здесь. Великорусский говор правильный, без соконей, без чоконей. Это утончённая кухня, которую нам сегодня фрегат в Пустозерске будет рассказывать. Это ветер, который вносит всё лишнее, да, и там действительно всё время ветра, и это тоже как смысловая такая составляющая нашего бренда. И название города не пустой, а бурный, дикий, то есть насыщенный, значит, событиями, каким-то движением, то есть это динамика, это не просто застой. Вот эти все глубинные смыслы были заложены в концепцию, которая визуально воплотилась в Пустозерск линии горизонта. По мнению участников круглого стола, в проекте «Живое наследие» необходимо включить и такие объекты, как святилище Ненцев, остров Вайгач, горячие источники Пымвашор, Амдерму, а также памятные даты – День Пустозерска, День Олена транспортных батальонов, «День моржа», «День ворона» и другие. Первые 400 брендов, которые были выявлены в ходе проекта, будут отражены на сайте «Живое наследие». Он заработает уже в июле. Мария Владимирова, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». «Берегите лес» – мобильное приложение, доступное и в нашем регионе. Как сообщить о пожаре в лесном массиве, а также о штрафах за несоблюдение пожарной безопасности в лесу, расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Летние пикники, походы и отдых на природе зачастую не обходятся без приготовления пищи на костре или мангаре. Однако, отправляясь в лес, надо помнить, что разведение костров, розжиг мангалов нередко приводит к неконтролируемому возгоранию. Мобильное приложение «Берегите лес» помогает оперативно отправить информацию о пожаре, даже если вы находитесь на природе не только в нашем регионе, но и в других местностях. Вы можете легко и просто позвать на прямую линию лесной охраны, либо отправить сообщение на выбранную тему, прикрепив к нему фотографии и указав координаты места происшествия. Если сообщение отправить с самого места происшествия, ваши координаты будут зафиксированы автоматически. Не стоит забывать, нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет предупреждение или наложение административного штрафа. На граждан в размере от полутора до трех тысяч рублей, на должностных лес от десяти до двадцати тысяч рублей, на юридических лес от двадцати до двухста тысяч рублей. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой травы и других лесных горючих материалов с нарушением требований правил пожарной безопасности на земельных участках, непосредственно примыкающих к лесам, влечет наложение административного штрафа. На граждан в размере от трех до четырех тысяч рублей, на должностных лиц от пятнадцати до двадцати пяти тысяч рублей, на юридических лиц от ста пятидесяти до двухста пятидесяти тысяч рублей. Нарушение правил пожарной безопасности, повалившее возникновение лесного пожара без причинения тяжкого вреда здоровью человека, влечет наложение административного штрафа. На граждан в размере пять тысяч рублей, на должностных лиц 50 тысяч рублей, на юридических лиц от 500 тысяч рублей до 1 миллиона рублей. Наталья Кислякова, Вадим Стасюк, Телеканал Север. Теперь тема авиации. Рейсы из НИСИ в Мизине обратно будут субсидироваться из окружного бюджета. Речь идет об авиарейсах, выполняемых в период межсезонья на вертолете Ми-8. Как пояснили в Департаменте строительства ЖКХ транспорта Нининского округа, субсидирование вертолетных рейсов позволит Нарейнмарскому объединенному авиатраду компенсировать часть недополученных доходов. Сумма субсидий за один борт составит порядка 60 тысяч рублей. До настоящего времени окружным бюджетом по этому направлению субсидировались только рейсы, выполняемые на самолетах Ан-2. Как пояснили в ходе заседания заместитель губернатора Александр Лидер, необходимость выполнения вертолетных рейсов обусловлена тем, что в период межсезонья транспортная инфраструктура НИСИ не позволяет принимать самолеты типа Ан-2. Авиарейсы по маршруту НИС-Мизин-НИС начали выполняться еще в прошлом году по поручению Александра Цибульского в ходе его рабочей поездки в село. Ну а сегодня, наконец, начались работы по ремонту Куйского моста. Как сообщили в Централизованном стройзаказчики, уровень воды в реке Куя опустился ниже уровня опор, что позволило приступить к сварочным работам по ремонту конструкции. Непосредственно установка моста запланирована на 25 июня. Напомним, 15 числа специалисты ГУПНАУН Рейнмар-Доримстрой приступили к установке моста через реку Куя. Со стороны Нарейнмара на подходах к мосту было отсыпано земляное полотно и смонтированы балки первого пролета. После этого работники предприятия обнаружили, что на второй опоре поврежден металлический ригель. Причиной повреждения стал ледоход. Жители Вилладжа попросили не устанавливать автобусный павильон на центральной улице микрорайона. Своё пожелание жители домов, расположенных по улице Дружбы, озвучили на встрече с представителями Департамента строительства ЖКХ, поселковой администрации и Централизованного стройзаказчика. Отмечу, что автобусный павильон планировали установить в рамках стартовавшей в этом году реконструкции улицы Дружбы. Работы проводятся в рамках национального проекта «Безопасные качественные автомобильные дороги». Как было отмечено в ходе встречи, в 2014 году по просьбам жителей началась разработка нового автобусного маршрута, пролегающего через Наринмар и Вилладж. Администрация поселка Искатели обратилась в Департамент строительства ЖКХ с просьбой об установке автобусного павильона между 16 и 18 домами по улице Дружбы. После чего Департамент совместно с Централизованным стройзаказчиком проработали вопрос и вынесли павильон в проект реконструкции автомобильной дороги. Жители выразили мнение, что автобусный маршрут не должен пролегать через их улицу. Решением граждан стал единогласный отказ от установки автобусной остановки. Глава поселка Искателей Григорий Газаченко в свою очередь сообщил, что решение о том, по каким улицам будет пролегать автобусный маршрут, соединяющий поселок и микрорайон, будет принято на общем сходе с участием всех жителей муниципалитета. В Наринмаре прошла акция «Свеча памяти». Ее участники собрались у «Обелиска Победы» 22 июня в 4 утра. В акции приняли участие глава региона Александр Цибульский, спикер ЗАГС Собрания Александр Лутовинов, представители окружной и муниципальной власти, юноармейцы, общественники, а также военнослужащие. 22 июня 1941 года. Эта дата кровью миллионов людей вписана в историю российского государства. В этот день, 78 лет назад, ровно в 4 утра, фашистская Германия напала на Советский Союз. Ненецкий округ, несмотря на свою удаленность в тот трагический для Советского Союза день, не остался в стороне. В населенных пунктах региона состоялись митинги, на которых было объявлено о начале войны и мобилизации сил. Уверен, что сегодняшняя акция «Свеча памяти» – это не только дань погибшим в годы войны и ушедшим в мирное время ветеранам – это доказательство нашего с вами единства и готовности в нужную минуту встать на защиту своих семей и нашей с вами общей Родины. И, конечно, сегодня мы снова говорим спасибо тем, кто подарил нам мирную и свободную жизнь. 9383 человека в годы войны ушли на фронт из Ненецкого округа, а 3046 человек не вернулись с поля боя. Война не обошла стороной ни одну семью. Сегодня, когда мы читаем новые документы и понимаем, что все ресурсы Европы, в том числе людские, материальные, технические, были направлены на уничтожение нашей страны. И сегодня, когда фальсифицируется история, мы понимаем, что такой войны никогда не было в истории, вообще в мировой истории, потому что война шла на уничтожение целого народа, государства, всей мировой системы. То есть только сейчас мы можем оценить в полной мере вклад нашей страны, что она сделала для того, чтобы защитить мировую цивилизацию. Памятная акция проводится в одиннадцатый раз не только в России, но и за рубежом. Свечу памяти считают не только знаком всеобщей скорби по погибшим в Великой Отечественной, но и символом единства народа, переживших страшную трагедию. Ну а сразу после акции Свеча памяти у обелиска Победы прошло чествование победителей диктанта Победы. Всероссийская акция прошла 7 мая в рамках партийного проекта «Единая Россия. Историческая память». Всего правильно на все задания диктанта это 20 вопросов ответили более 5,5 тысяч человек из 150 тысяч участников акции. В Ненецком округе правильно на все задания диктанта ответили три человека. Это секретарь Ненецкого регионального отделения партии «Единая Россия» Денис Гусев, депутат собрания депутатов Наталья Кордакова и учитель географии средней школы номер 5 Татьяна Канева. Победителям были вручены дипломы и памятные наборы книг, которые содержат уникальные документы и фотографии по истории Великой Отечественной войны. Также были отмечены дипломами и памятными подарками победителей трех созданных для диктанта Победы площадок в Нарейнмаре и поселке Искатели. Ненецкий округ вошел в пятерку регионов России самым большим числом победителей по отношению к числу участников диктанта Победы. В нашем регионе мы проводим это второй раз мероприятие и в отличие от прошлого года участников уже гораздо больше. В следующем году мы сделаем его более массовым. Я думаю, будут победители среди молодежи. Добавлю, в этом году диктант Победы в Ненецком округе написали 56 человек, депутаты, представители органов исполнительной власти, педагоги, студенты и старшеклассники, а также молодежные лидеры. Одаренные дети Арктики посетили Ненецкую телерадиовещательную компанию и узнали о специфике работы журналистов региональных СМИ. Экскурсия стала одним из мероприятий, организованных для детей в рамках летнего лагеря. Как мы уже рассказывали в прошлых выпусках новостей, в течение трех недель учащиеся седьмых и восьмых классов изучали математику, филологию и физику под руководством преподавателей ведущих вузов Архангельска и Кирова. О том, как прошла встреча с журналистами, расскажет моя коллега Наталья Кислякова. Святослав Савенков посещает лагерь «Одаренные дети Арктики». Школьника увлекает физикой, в будущем он бы хотел стать инженером. На экскурсии по просторам Ненецкой телерадиовещательной компании Святослав серьезно задумался связать профессию с данной сферой. Ну не знаю, самое интересное это вот как раз, вот именно студия, да. Если Святослава больше привлекла телевизионная студия, то Ольгу Смирнову очаровала работу радищика. Школьница еще только окончила шестой класс, но уже мечтает связать свою будущую профессию с работой радиоведущей. Я мечтаю работать здесь и быть этим. Радиоведущим? Да. Экскурсию для школьников организовали сотрудники Ненецкой ТРК. Провели по просторам компании и показали работу каждого отдела изнутри. И вот как вы сейчас ходили, что делали мы, это не все войдет. Журналист выберет самое главное, монтажер выберет самое главное и это пойдет только в эфир. Ребята побывали в роли телеведущих, попытались записать новости с суфлера, а также побеседовать со слушателями радио Север-ФМ. Всем привет, меня зовут Вадим и сегодня я вам прочитаю кое-что. Добавлю, лагерь «Одаренные дети Арктики» проходит в округе уже третий год. Наталья Кислякова, Ирина Негешина, Екатерина Дементьева, Дмитрий Лукевич, Телеканал «Север». Ежегодно в последние выходные июня в России отмечается День молодежи. В эти дни по всей стране проходят всевозможные мероприятия разных тематических направленностей. Наринмар тоже не остался в стороне. Праздничные мероприятия в окружной столице стартуют в субботу, 29 июня. В 11 часов в юбилейном парке начнется фестиваль экстремальных видов спорта в программе мастер-класса от скейтбордистов и биомиксеров из Москвы. Там же в 15 часов пройдет массовое гуляние. Гостей праздника ждут спортивные площадки по армрестлингу и воркауту, контактный зоопарк, страйкбольная площадка, площадка всероссийского движения волонтеров Победы. Ну а с 19 часов на площади Мораций начнется концерт творческих коллективов нашего города и дискотека с приглашенным диджеем из города Минска. Также 29 июня в 11 часов пройдут вторые командные соревнования по сбору и сортировке мусора «Чистые игры». Что такое «Чистые игры»? «Чистые игры» — это вообще всероссийский масштабный экологический проект, основная цель которого — это в игровой форме научить людей не просто собирать мусор, помогать экологии окружающей среды, но и правильно его сортировать. Для участия в «Чистых играх» набираются команды. Состав команды — 4 человека. Если есть дети до 14 лет, они могут принимать участие, но в сопровождении родителей или законных представителей их. А так, в верхней границе у нас возраст не ограничен. За каждый мешок раздельно собранного мусора команды будут получать баллы, творческие, презентовать найденные артефакты и выполнять другие задания организаторов. Ну и, конечно, без подарков не уйдет ни один участник. Мероприятие состоится в районе лесного массива у бывшей метеостанции, это улица Вятров. Параллельно чистые игры пройдут в селах Великовисочная и Тельвиска. 30 июня в боулинг-клубе «Страйк» пройдет городской чемпионат по боулингу. В чемпионате примут участие 12 команд, состав 4 человека от 14 лет. Заявки принимаются до 26 июня. Они оставят в стороне организаторы и молодые семьи с детьми. Для них пройдет мастер-класс по созданию мягкой игрушки. Уточнить вопросы по всем мероприятиям и подать заявки можно в молодежном центре по улице Токовылка, дом 2 или по телефону 451-51. Такова информационная картина этого дня. Спасибо, что были с нами. Далее прогноз погоды. До встречи в эфире и всего хорошего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова